МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но медэксперты связывают подобные громкие заявления с приближением выборов. Другая, не менее важная тема – это безопасность врачей. Последние события просто подтолкнули общественность, да и соответствующие органы задуматься. Депутаты предлагают наказывать лишением свободы за нападение на медиков. Об этом и не только в прямом эфире. Телеканал НИУ-ТВ, я Елизавета Балбакова. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы начать, наверное, Мадамин Мусавич, с вас. Повышение заработной платы на этот раз коснется только врачей узкой специальности. В 2018 году, в октябре, мы поднимали зарплату семейным врачам. Расскажите, пожалуйста, сколько денег потребуется для воплощения пока только идеи и откуда будут взысканы эти средства? Вы знаете, это действительно повышение. То, что вы сказали в 2018 году, это семейным врачам и медсестрам, которые работают в семейной медицине. Но у нас есть другая категория. То, что вы сами отметили, узкие специалисты в центре семейной медицины и врачи, которые работают в стационарах. Это действительно этот вопрос для того, чтобы стимулировать врачей. И вопросы закрепления кадров для работы в службе, в отрасли. Но здесь все упирается в объем средств, которые выделяются. Я скажу, что в 2018 году было выделено 157 миллионов сомов. В 2019 году 630 миллионов сомов. И в 2020 году тоже планируется 630 миллионов сомов на ту категорию, которая работает. Я уже сказал. Но вы говорите, сколько миллионов сомов и откуда. Есть вопрос в плане того, чтобы повысить базовую ставку. Базовая ставка врачей 5 тысяч сомов. Это значит недостаточно. Вы знаете, мы предлагаем здесь в плане того, чтобы тоже узкие специалисты и врачи стационаров тоже работали на основе индикаторов по вложенному к конечному результату в этом плане. Но я уже говорил, Минфин с республиканского бюджета планирует, пока планирует, выделение около 700 миллионов сомов из УЗ Министра финансов нашей республики. Но этого пока недостаточно, мы считаем. Мы должны, значит, что-то делать. Это не то, что мы говорим. Здесь расчеты имеются. При каком проценте, какая сумма будет, это расчеты имеются. Амадамин Мусавич, на какой стадии сейчас решение вопроса данного? Ну, здесь было поручение министерству совместно с Фондом обязательного медицинского страхования. Создана рабочая группа, они работают над механизмом повышения. Когда будут результаты, мы, значит, предложим это Министерству финансов и правительству. Спасибо. 56 56 72, звоните и задавайте свои вопросы. Клара Труббековна, следующий вопрос адресован вам. Мы говорим о новой системе оплаты труда семейных врачей. В 2018 году внедрили. И все это, чтобы привлечь молодые кадры. Эти индикаторы, за выполнение которых врачи получают надбавку, решили ли проблему дефицита специалистов? Как вы можете оценить? Ну, вообще, когда мы внедряли эти индикаторы, перед нами стояли две задачи. Первая задача, это, конечно же, привлечение специалистов в семейную медицину. Сегодня у нас при потребности страны в 3300 семейных врачей работает 1754. Но когда мы вводили этот индикатор в 2018 году, у нас было всего 1300 врачей семейных. И поэтому, конечно, прогресс есть. То есть сейчас, да, когда прошла доплата, а в среднем доплата сейчас составляет порядка 13000 семейному врачу в месяц. В среднем, да, это в среднем цифре, конечно. То, я же говорю, 400 врачей семейных пришли. И сейчас в среднем врачи семейные получают по сколько тысяч сомов? В среднем семейный врач получает по 25000 сомов в месяц. 23700 сомов в среднем. Ну, по нашим данным, да, 25, да, было данных. Из них 13000, это была его основная зарплата. И получается, что 13000, это уже, да, по индикаторам. Но в то же время очень много вопросов, да, по поводу вот этих вот индикаторов. Деньги за баллы. Понятно, что это мотивация для врачей, но все же остается много загадок. Вот, Айбар, вы как считаете, улучшилось ли качество оказания медицинских услуг? Ну, вы знаете, если по качеству говорить, то любое нововведение, оно всегда будет встречать проблемы. И первый год, много писанины, люди, многие там, и, скажем так, что-то надо в компьютер вбивать и так далее. Это уходит время, и я согласен, что остается меньше времени на послуживание пациентов. Я думаю, что и ФОМС, и врачи должны искать пути оптимизации. Вот именно вот работы с документами. Интересно, что, допустим, в регионах, ну, мы встречались там на юге с врачами, у них, допустим, заполнение отчетности идет лучше. Ну, правда, бывают, выявляются отдельные факты, там, приписок и так далее. Это во всех регионах страны. Поэтому с этим надо работать, от этого никуда не уйдешь. И здесь вопрос нужно решать, что, ну, к сожалению, у нас много предпенсионного возраста врачи, они плохо работают с компьютерами. То есть нужно людям овладевать новыми технологиями, и в этом плане необходимо продолжать работать. То есть хорошие стимулы есть, и они будут отрабатываться. Конечно, мы в самом начале говорили, что 2-3 года уйдет на отработку этих механизмов, и люди постепенно привыкнут. Потом я просто еще скажу, что медицинская система, она вообще консервативна. Консервативна, очень консервативна, и любые изменения всегда происходят с большим трудом. Тем более, когда человек привык вольно самоопределять, что делать, а тут нужно читать клинические протоколы, потому что оценка работы идет в соответствии с клиническими протоколами, а некоторые просто делали назначение, ну, там, каких-то лекарств, которые продают фармкомпанию за бонусы. И, соответственно, они сейчас не могут это включать в лечение, это тоже есть какое-то ограничение их доходов. И это вызывает такой протест. Это, ну, это естественный процесс. Мадамин Усавич, Айбар отметил, что врачи занялись приписками. Насколько достоверно оцениваются вот эти показатели врачей? Знаете, да, я хотел бы добавить, так Айбар правильно говорит, но не только медицина. Любой отрасли новшество требует своей положительной и отрицательной стороны. В любом новшестве есть свои, значит, как неучтенные факторы, которые надо со временем устранять. Теперь есть вопрос верификации. Действительно, было, значит, 9 индикаторов, потом стало 12 индикаторов. Вы знаете, мы сегодняшний день работаем в рыночных условиях. Один из механизмов, вот то, что мы говорим, значит, препятствующий росту конкуренции, это уравниловка, когда, значит, только норматив и уравниловка. Вот когда есть конкуренция, тогда будет и повышение качества медицинской помощи, и, значит, улучшение тех показателей, которые есть. В этом плане, я скажу, действительно, верификация, мы не исключаем приписки, я не говорю, что не исключаем приписки, но есть по некоторым индикаторам показатели, например, обращаемость в скорую медицинскую помощь, значит, выявляемость больных с сахарным диабетом, мониторинг состояния некоторых заболеваний диспансерных. Есть, значит, показатели улучшения, значит, этих показателей, тенденция для того, чтобы мы приблизали истинные картины заболеваемости тем статистическим данным, которые, значит, у нас сегодняшний есть. Клара Трухумбековна, маму, прошу. Да, я просто хотела еще раз добавить, да, ведь когда мы внедряли вот эти индикаторы, перед нами просто стояла задача еще и повысить качество медицинского обслуживания. И упор был сделан именно на профилактику. Поэтому 10 индикаторов, они ведь отражают именно профилактическую деятельность врача. То есть это, да, надо посмотреть было ребенка первые три дня после выписки из роддома, посмотреть маму его, оказать соответствующую консультацию. Очень важно было обеспечить раннюю постановку на учет всех беременных. До 12 недель. Да, до 12, первым тремя сюда 12 недель. И, конечно, мы, вот Маганин Муслович уже сказал, да, мы подтверждаем, что не все достоверны. Но мы никак не предполагали, чтобы врачи делали дополнительные отчеты. Мы все-таки исходили из тех индикаторов, которые должна была собирать информационная система. К сожалению, да, надо это признать, что наша информационная система, она сегодня не обладает теми способностями, ну, там есть много и объективных, и субъективных причин, чтобы получать вот своевременно эти данные. Ну, над этим мы работаем. Вот Айбар же сказала, это первый год. Это вот мы первый год, за целый год мы получили эти данные, мы увидели, какие у нас проблемы, какие у нас слабые места, и мы в этом году вот все силы направляем на цифровизацию. Ну, я хотел бы еще добавить, так, вот у нас была итоговая коллегия, там, где действительно вице-премьер Алтна Сейпекна Мирбекова тоже задала вопрос по показателям, насколько индикаторы влияли на конечные показатели деятельности системы здравоохранения. В этом плане, действительно, мы дальше, значит, все на месте не стоит. Есть, действительно, вот эта группа, которая отвечает за первичную медико-санитарную помощь, они снова сейчас смотрят, где мы все время, мы совершенствовали, именно чтобы было самое главное, чтобы у нас больной пациент не пострадал. Больше времени. То, что вот сифровизация, мы говорим, вы знаете, сифровизация, это действительно положительно, то, что если, допустим, компьютер, все есть, значит, там оно не должно, допустим, второй раз учитывать это. Мы исключаем, значит, приписки. Это один из механизмов. Кроме того, то, что говорили, значит, объективная и субъективная причина, вы знаете, что второй год идет вопрос в этом году, тем более, значит, год развития регионов, сифровизации, поддержки детей. В этом плане наши, значит, мероприятия будут продолжены. Ну, вот Айбар правильно сказал о том, что, возможно, осложнилась работа врачей, вот эта вот писанина, да, и медики больше времени тратят на заполнение каких-то либо документов, нежели на пациентов. Я сейчас хотел бы сказать здесь, добавить, понимаете, действительно, учетно-отчетной формы очень много было. В практическом здравоохранении... А потом говорят сами медики, врачи, и жалуются. Вот, допустим, до 2006 года было принято 42 государственные, республиканские, национальные программы. Здесь каждая программа имела свою отчетность. Это кроме утвержденно-отчетных форм, значит, врачи должны были заполнять разные, значит, бумаги писанина. Мы отменили 21, значит, отчетную форму, 21-отчетную форму. Над этим тоже работаем, чтобы, значит, минимизировать, понимаете, минимизировать, чтобы у врача больше времени стало, чтобы он мог, значит, уделить внимание, значит, больному. Ну, Клара Трумбековна, вот мы говорим о том, что повысится заработная плата теперь и врачи узких специальностей, да? Какие возможности мы сейчас имеем? Вот если конкретно оценивать, и Мадамин Усайович все-таки не отметил про дату, когда все-таки ждать врачам. Вроде бы как новость, она уже появилась в информационном поле, но мы пока в загадке. Вот вы немножко откройте секрет. Мадамин Усайович подтвердит, да, что вообще вопрос повышения заработной оплаты, он постоянно обсуждается, да, и он очень постоянно как бы вот инициируется Министерством здравоохранения. С 16-го года мы писали очень много писем, мы представляли разные варианты расчетов государству. Повышение зарплаты врачей, да, на 10%, на 20%, на 40%, на 50%, на 100%. Мы, конечно, понимаем, что сегодня, как бы, да, экономическую ситуацию в стране и ограниченность бюджетных возможностей. И я же говорю, что минимально, чтобы поднять на 40%, нам нужно дополнительно 2,5 миллиарда. Можно я просто дам по этому комментарию? Ну, вы знаете, наши уважаемые руководители государства, они все-таки бывают связаны общей политикой. На самом деле, если брать финансирование системы здравоохранения, оно сокращается третий год. На этот год бюджет сокращен более чем на 300 миллионов сомов, и то это скромное сокращение после того, как все-таки были какие-то реакции со стороны народа и так далее. И это, как бы, можно понять. У нас не повышается доходная часть, у нас растет бремя внешнего долга, более 20, ну, по-моему, 26 миллиардов сомов должны выплачивать в этом году, а в позапрошлом было 16 миллиардов, пик придется на 22-23 года. Поэтому ожидать, что социальные сферы, они будут финансироваться в достаточном объеме, не надо. Это реальность такая. Нужно находить очень серьезные, скажем так, источники доходов. И первое, я скажу, я уже на всех площадках говорю, к сожалению, не могут люди озвучивать, мы за здоровье платим 2% из своей зарплаты. Ни в одной стране мира такого низкого уровня оплаты за свое здоровье нет. И кроме, у нас 6 миллионов граждан, из них 5 миллионов граждан должно быть, ну, там, с копейками должно быть застраховано, а фактически застраховано 4 миллиона. Миллион граждан не платят ни копейки, деньги, ну, чаще всего это мигранты и так далее, но они приезжают домой лечиться. И это источники. Если бы этот миллион платил, был бы еще миллиард, миллиард, полтора сомов. Если бы поднять до 4 хотя бы процентов, было бы еще 2,5, мы делали расчет, еще 2,5 миллиарда. То есть, фактически есть возможность получить там 3,5 миллиарда сомов, и это покрыло бы значительные расходы. Это вот первый момент. Но, к сожалению, ни одна в последние годы власть, наше руководство не может поднять этот вопрос, потому что это чувствительный социальный вопрос, тем более, вот, допустим, это не поднимется вопрос в предвыборную пору. И меня беспокоит. Ну, с одной стороны, мы рады. Вот за прошлый год все-таки фактически было выплачено там 290 миллионов сумм на доплаты семейным врачам. Ну, было обещано 660 миллионов, 630 миллионов. К сожалению, там не было семейных врачей с сертификатами и так далее. Сейчас говорят о 700 миллионов. Я реалистично, я не знаю, где эти деньги могут найти. Только из самой системы здравоохранения. Если так, то мы будем против. Потому что остальная система здравоохранения, это инфраструктура, это лекарства больным. То есть это то и то, вы знаете, в очень сокращенном виде все идет. Идет недофинансированное лекарство. Объективно, потому что в бюджете нет средств. Средства поступают с опозданием. Вот в систему ФОМСа мы неоднократно в прошлом году этот вопрос поднимали. Поэтому, ну, вот насчет предвыборной поры. Во всех странах мира граждане используют момент выборов. Это нормальный процесс. И государство, пытаясь сделать какие-то шаги, там, политики, они делают обещания, и некоторые обещания выполняют, да? Может быть, не все. И это хороший момент, когда вот сейчас изыскать ресурсы, и очень Мадамил Мусаевич хорошую новость сказал о увеличении, там, о возможном увеличении зарплаты врачам узких специальностей. То есть в предвыборную пору, если это сработает, это хорошо. Сейчас это самое время, вы считаете, поднимать такие? И наши граждане сейчас могут настойчиво изменить. Бюджет не изменится. Семейный бюджет куда? Мы просто вместо ТОЯ пойдем лечиться или улучшать свое здоровье, да? И можно изменить приоритеты, на которые выплачиваются деньги из государственного бюджета. Потому что часто, когда потом придут новые политики и так далее, они начнут там свои какие-то интересы пробивать, начнутся отмечать, у нас вот игры кочельников отмечались и так далее. То есть какие-то дешевые PR-акции, которые потом забываются очень быстро. То есть сейчас это хорошее обещание, и мы надеемся, что наша правительственная министерство здравоохранения сможет это выполнить. Да, я просто, извините, хотела немножко внести уточнение, что действительно сегодня страховые взносы на обязательное медицинское страхование составляют 2%. И этот тариф установлен в 96-м году. Но единственное просто с поправкой, что выплачивает их работодатель. Сам работник не несет никакой нагрузки. Если мы посмотрим, что у нас есть, кто оплачивает сами, это фермеры, крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели. Но сумма настолько мала, что получается, мы просчитали, фермер платит, один фермер 32 сумма в месяц платит на свое медицинское страхование. Тогда как, по данным ФОМСа, они, принося, как бы, вот, уплачивая вносы на 20 миллионов, они расходуют средства здравоохранения на 180 миллионов. И этот вопрос всегда поднимается ФОМСом. Мы неоднократно предлагали, да, чтобы хотя бы внести 1% именно с работника, чтобы каждый имел свое чувство ответственности за свое здоровье. Мы понимаем, что 1% это сразу нельзя. Мы предлагали даже поступенчато, то есть по 0,25% каждый год можно было. Да, разный механизм прорабатывали. Да, вы знаете, что вы говорите уже, почему дату не говорит. Значит, я не имею права, во-первых, дату говорить. Во-вторых, здесь нужно постановление правительства. Понимаете, все повышение, это не только приказ министерства, это не приказом, это постановлением правительства. Самое главное, вот то, что говорим, Айбар сказал, значит, источник, где можно. Понимаете, то, что хочу добавить, это не получилось, что, допустим, вот до выборов, после выборов, значит, так не должно быть, оно должно быть устойчивым. Я, ну, это не будет сказано, один кандидат депутата написал, там, в какой-то округе будут бесплатный осмотр только для избирателей такого округа. Понимаете, но так получается, да? Пока голос нужен, значит, бесплатный осмотр, а потом голос не нужен. Это я тогда сказал, вот это у вас против будет. Так кандидат не прошел, значит, даже на второй тур, понимаете? Поэтому здесь народ умный, в сегодняшний день мы должны, значит, реально говорить. Хорошо. Клара Трухумбековна, мы, мне подсказывают, что приехала еще одна гость, мы ожидали депутата Аиды Исмаилову, наверное, продолжим далее наш эфир с ней. Клара Трухумбековна, говорим вам спасибо огромное за то, что пришли, уделили время, нам очень приятно было. Далее мы поговорим уже о безопасности врачей, да? Сейчас давайте посмотрим сюжет, подготовленный нашими журналистами, а далее продолжим нашу беседу. В планах повысить базовую ставку. Сегодня гарантированный оклад – 5000 сомов. У молодых специалистов нет ни категории, ни надбавок. Они только приступили к работе и в большей мере нуждаются в подкреплении. Слова чиновника подтверждают и врачи. И вправду молодые кадры, да и специалисты со стажем не особо тянутся к стенам медицинских госучреждений. Большинство уезжают за рубеж или устраиваются в частные клиники. Кто-то должен лечить больных. Вот и работаем. Ну, потому что не хватает заработной платы, тогда зарабатывает, что действительно текучку очень много сейчас. Хорошие профессиональные уезжают за рубеж. Несмотря на низкую зарплату и довольно трудную работу с пациентами, врач Гульмира Азимхолова в госполиклинике работает 17-й год. А общий стаж ее составляет 35 лет. Первая ее зарплата была 90 рублей. Но тогда этих денег хватало, чтобы прокормить семью. Более того, и отношение пациентов изменилось не в лучшую сторону. Да, да, неуважения вовсе пропали, признается врач. Если даже 100% подняли бы, и то мало было бы. Это даже смешно. Пускай я сумму не буду, но очень маленькая зарплата. Когда мы работали, это рубль, 90 рублей мы получали. Когда интернатура я проходила, потом первый год работала, 90 рублей. Ну, тогда жизнь по-другому была. Ну, это 12 рублей как-то хватало. Мы продолжаем наш эфир. Вы смотрите программу «Очурчак». В прямом эфире 56 56 72 звоните, задавайте вопросы. К нам присоединилась депутат Джорг Кенеша Исмаилова Аида Джихшимбаевна. Очень приятно, рада вас видеть. Также я напомню, в гостях Каратаев Мадамин Мусаевич и заместитель министра здравоохранения, а также Айбар Султангазеев, эксперт. Аида Джихшимбаевна, простите, мы дообсуждали про повышение заработной платы врачам узкой специальности. Но хотелось бы теперь уже поговорить о безопасности врачей, последние вот эти вот события, нерадужные события, когда пациента обижают, можно сказать, врачей. Мы только что видели интервью, слушали интервью врача, которая жалуется на низкую заработную плату, плюс еще и на грубость пациентов. То есть нет мотивации для врачей работать в этой сфере. Вы как видите эту ситуацию? Спасибо за приглашение, во-первых. Вот буквально сейчас мы с Мадривым Мусаевичем идем с общественного обсуждения нормы. Я инициировала изменения в кодексе о проступках, который направлен на защиту врачей, педагогов и социальных работников. Но вы знаете, это здесь вот вообще мы прописываем день, предусмотренные пунктами 1 и 2, это вот причинение легкого вреда и повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую трату трудоспособности. Я вот, мы прописываем предусмотренные пунктами 1 и 2, которые я сейчас назвала, настоящие статьи, совершенные в отношении представителя власти. Вот представителя власти, оно уже было заложено в кодексе, мы сюда добавляем и работника учреждений, и организаций. Также мы добавляем независимо от формы собственности, но вот здесь вот немного возникает некоторые моменты, да, потому что есть кое-какие противоречия, и есть тот момент, что все-таки вот работники учреждений и организаций, они входят в систему здравоохранения, поэтому они защищаются, если они входят в эту категорию, они защищаются автоматически, независимо от формы собственности. Вот здесь вот самое главное, при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Вот, влечет наказание в виде штрафа второй категории, либо ограничение свободы второй категории. То есть по кодексу о проступках, вот я с собой таблицу захватила, здесь предусматривается штраф второй категории, который будет составлять от 60 до 80 тысяч сом, и лишение свободы от 6 месяцев до года. Вот, и вы знаете, когда я, получается, инициировала это, и уже вывесила в социальной сети, оно появилось на общественном обсуждении, у нас на сайте Юрки Неша, ко мне поступило очень много обращений от простых граждан, которые не являются ни педагогами, ни врачами, ни соцсоботниками. Ну, пациенты, можем так сказать. И здесь вот немножко двояко, вопрос вот как бы переносится в такую двоякую плоскость. Почему? Потому что пациенты, многие недовольны качеством услуг, качеством оказания медицинской помощи, которые оказывают медицинские работники. И приводят буквально очень разные примеры, но до того, как вообще этот законопроект, ой, изменение в кодекс инициировался, я, зная, что вот такие моменты будут, я пригласила представителей всех государственных органов, которые к этому имеют отношение, для того, чтобы понять, есть ли нормы, которые определяют функциональные обязанности сотрудников этих всех учреждений. И мы выяснили, что есть закон, вот допустим, у медиков есть закон о статусе медицинского работника, где прописываются обязанности медицинских работников и функции их прописываются. Также есть у нас закон о статусе учителя. Там тоже самое, прописываются обязанности, прописываются функциональные обязанности. Правда, у нас с этим, знаете, немножко не определено, со статусом вот именно социальных работников. Министерство соцзащиты, оно предлагало законопроект, который определяет статус работников в социальной сфере, но правительство дает отрицательные заключения. И сейчас вот я хочу доработать вместе с министерством и уже внести, ну как бы вот от нас, от Джовки Неша, для того, чтобы определить функции и статус, усиленные они этот закон делали, ой, изменения делали, и вынести вот уже, ну как бы от себя. Да. И сегодня как раз-таки мы пригласили представителей вот этих вот трех категорий, пришло очень много людей, около 80 человек, были очень бурные обсуждения, вот буквально вот час назад закончили мы и отсюда вот сюда пришли. И, знаете, очень разные, очень разные предлагали предложения, да, были очень, были такие вот очень даже жесткие предложения. Допустим, те, кто работает с пациентами, они, ну были на стороне пациентов, они говорят вот то, что все-таки медики где-то вот допускают ошибки, и, ну, порой за это, ну, не отвечают, да. Вот, поэтому мы выслушали сейчас всех, мы будем это обрабатывать еще с нашими юристами. Наши изменения сейчас висит на общественном обсуждении на сайте Джогурку Кенеша. Любой гражданин может носить свои предложения и писать туда вот на сайт. Спасибо, Эдри Шимая. Ну, Айбар, смотрите, пациенты говорят о некачественном обслуживании, но это их не оправдывает, правильно? И так обращаются с врачами. Ну, знаете, я, например, полностью поддерживаю данный законопроект. Есть, скажем так, другие совершенно нормы. Какие бы действия ни совершала там противоположная сторона, это не дает права насилия в любом его проявлении, физического, морального и так далее. Поэтому, к сожалению, вот мы наблюдая различные сюжеты, что сотрудники правоохранительных органов, что медицинские работники, что представители государственных органов власти подвергаются физическому, скажем так, насилию. Ну, чаще всего, да. Ни одно там халатное отношение или плохая работа любого из этих сотрудников не дает оправдания насилия в его отношении. Но точно так же, как и с обратной стороны, не должно быть таких же проявлений. Поэтому закон, конечно, должен быть. В отношении медицинских работников это особенно, потому что они, ну, они, по сути, беззащитны. По сути, они не должны давать там ответ и так далее. Они приехали на помощь, да, там, и в отношении них вдруг что-то происходит. Это первый момент. Поэтому, конечно, мы этот закон поддерживаем. Второй момент. Просто есть много правовых способов, чтобы, допустим, медицинского работника на приеме в медучреждение и так далее, скажем так, привести в чувство, если он, они тоже бывают, что немножко с высокомеримыми или еще как-то относятся. То есть, там есть механизмы, с помощью которых, в принципе, это все можно делать. Единственное, наши граждане не информированы. Наши врачи на местах, они вполне, ну, они знают систему подачи жалоб Министерства Здравоохранения и, в принципе, то, что у них будут серьезные проблемы. Они не очень, не любят жалобы. Ну, граждане не знают, как писать, кому обращаться и так далее. И даже если с уровнем врача пойти и обратиться к директору ЦСМ, а сейчас еще есть различные телефоны доверия и так далее, это срабатывает. Это срабатывает гораздо эффективнее, чем вы там будете ему морду бить. Вот, то есть, вот мы должны действовать только уважая человеческое достоинство в правовых рамках. Вы знаете, вот вообще вот этот вопрос, он у нас в системе был, да, во всех этих трех сферах он был все время. Просто вот сегодня, допустим, официально, мы сегодня увидели презентацию, официально зарегистрировано вот по информации Министерства здравоохранения, вот в системе 40 случаев, например, да, выступал сегодня заведующий отдел экстренной помощи, скорой помощи. И вот он нам сказал то, что вот из этих 40, 25 случаев, это вот и как раз таки из, да, произошло с сотрудниками скорой помощи. И по ним нету, ни по одному случившемуся случаю, да, нету результата вообще. Знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что медики, учителя, да, и вот те же соцработники, это такая категория людей, это мирные, мирные профессии, которые привыкли просто работать, делать свое дело, и они никогда, они не осмелились, да, вот за эту всю жизнь обратиться, допустим, в правоохранительный орган, даже если такие случаи были, они эти заявления назад забирали. Вот, до суда ни одно дело не доходило. Это о чем говорит? Это говорит о том, что это все-таки те категории, которые нужно защищать. Это те категории, я еще раз повторюсь, это мирные категории, мирные профессии, да, которые сами на рожон никогда не полезны, они даже не могут отстоять свои права иной раз. Вот, например, в случае, по которому вообще из-за чего, да, это все началось, это все мои инициативы, они строятся на обращениях наших граждан. Был первый случай в третьей детской больнице, вот второй случай был в третьей детской больнице. Я взяла под контроль и узнаю, что вот буквально через 2-3 дня после того, как медик, которая получила негативные отношения в отношении себя в третьей детской больнице, она беременная, она оказалась вот после этого случая на сохранении в роддоме. В этот момент приходит к ней комиссия, которая состоит из главного педиатра страны, из главного гинеколога страны, ну и других людей. И, вы знаете, в буквальном смысле давят на нее, говорят, чтобы она забрала вот это заявление. Вот, и что здесь, она себя хуже стала чувствовать, да, и я была с ней на связи, она мне передает записочку о том, что вот главный педиатр страны, она пишет записку, вот ты подумай и, если что, вот мне звони. Мне пришлось уже вмешаться, да, мне пришлось уже выяснять, почему так происходит, почему медики гнобят своего же коллегу, да, вот, у нас вот такие вот случаи. Потом, вот еще один момент, экспертиза. Сегодня как раз у нас присутствовал на нашем заседании руководитель Кошоков, да, руководитель санитарно-экспертной службы, ой, судебно-экспертной службы. Как раз таки я ему вот это и высказала. Получается, девочка, вот она попадает в больницу с угрозой, а ей экспертиза выдает, даже при наличии выписки из больницы, выдает заключение о том, что у нее просто вот где-то губа поранилась. Что это такое, да? Это коррупция, значит, в экспертной службе. Да, действительно, здесь вот то, что ни одно не доходило, здесь есть три момента, да. Вот у нас, видите, Кыргызы все родственники, получается, так? Во-первых, значит, там встречные заявления пишут, так, это раз. Во-вторых, вы сами увиделись, что вот этот, значит, следователь, вот этот бюрократский волокита, они, мы тоже высказали сегодня представители МВД, они, значит, тянут, любое время приходи, там каждый раз туда-сюда, лучше он скажет, лучше я откажусь, чем без конца буду ходить там этот момент, да. И третий момент, действительно, есть момент, вы правильно говорите, насколько мы сегодня услышали, мы действительно возьмем в контроль, в плане того, чтобы, значит, раз вот такое дело, да, надо за, раз регистрировано, РРП, сегодняшний день, единственная регистрация поступков и преступлений, да, да, значит, оно должно доходиться до конца, понимаете, мы должны уменьшить вот это бюрократическое моменты, чтобы действительно наказать, если ты неправильно сделал что-то и так далее, оно... Должен нести ответственность. Да, должен чувствовать, что есть ответственность, оно будет для других примеров, понимаете, в этом плане. Ну, были случаи, когда, вот, знаете, что не надо жалеть там в плане того, чтобы раз, пусть думает сперва, прежде чем, значит, пойти на такой шаг, да. Нет, а еще вот можно добавить то, что, знаете, ко мне как раз пришел ответ о том, что вот была такая все-таки комиссия, да, но я там не увидела результатов этой комиссии. Получается, эта комиссия, значит, просто ходила для того, чтобы с целью, чтобы девушка забрала свое заявление. Здесь, а здесь я уже вижу укрывательства, знаете, вот, видимо, была такая цель, чтобы не было шума в третьей детской больнице, да, связанной с третьей детской больницей, уже что-то вот, видимо, такое. Потом еще, знаете, медики, они уже начинают менять сознание, между прочим. Медики, они уже начинают высказываться. Вот сегодня 80 человек, да, у нас было. Я не думала, что обсуждать вот такую вот, ну, получается, щепетильная же тема, да, для системы там и так далее, придет столько медиков. И не боясь руководства, да, даже сами руководители, у нас вот прям даже присутствовали профессора, да, даже вот сидели, просто не всем получилось слово дать. Вот, и недавний случай даже я озвучивала вот в Нарыне, Нарынской, вот ССМ тоже был. Знаете, это же все медики сами же, они уже меняют сознание, они уже не боятся, они говорят, мы что, что надо, мы все напишем, что где надо, что, то и скажем. Поэтому я очень рада, я считаю, что не все так плохо, да, я думаю, общими силами мы вот чего-то добьемся, да, ради того, чтобы было... Спасибо, Айда Джихшимбаевна. Мне подсказывают, что наш эфир, к сожалению, подошел уже к концу. Спасибо вам, что вы были с нами. Давайте я напомню, в гостях у нас был Каратаев Мадамин Мусаевич, заместитель министра здравоохранения. Спасибо вам, Мадамин Мусаевич, также Исмаила Вайда Джихшимбаевна, депутат ЖККР, а также Айбар Султангазеев, эксперт. Спасибо, мы к этой теме еще вернемся. Вы смотрели программу «Черчак» в прямом эфире, я, Лиза Балбакова, прощаюсь с вами, оставайтесь с нами, с Нью-ТВ. Продолжение следует...